До боя куранта в два дня. Главный атрибут нового года вовсю продают на елочных базарах. Продавцы уверяют, елок хватит всем. Сотрудники Бобруйского лесхоза планируют реализовать около полутора тысяч лесных красавиц. Ассортимент обновляют каждый день. Живая елка – это намного лучше новогоднее настроение. Это праздник в доме, это запах леса, это запах иглицы, это тактильный контакт с елочкой, она колючая, с ней приятнее намного в доме и веселее, Здесь продают елки и сосны до 4 метров. Стоимость варьируется от 9 до 30 рублей. Все зависит от вида и высоты. Большим спросом пользуются и деревья в катках. Новогодние атрибуты стоят до весны, а после хозяева их пересаживают на собственный участок или в ближайшем лесничестве. Их цена чуть больше – 27 рублей. Но так каждый вносит свой вклад в озеленение малой родины. Для праздничного декора отлично подойдет пушистый новогодний букет из еловых веток. Его можно украсить игрушками, мишурой или лентой серпантина. Стоимость всего 7,50. Хвойный запах обеспечен. Главное – лапки поставить в воду. После покупки продавцы обязательно выдают квитанцию. Подтверждение, что дерево срублено сотрудниками лесничества. Ведь за незаконную вырубку нарушителям грозит штраф до 640 рублей. Юрлицы и вовсе заплатят до 9600. Кроме того, придется возместить ущерб, который причинен окружающей среде. За каждую елку – 38 рублей 40 копеек. Почему выбираете живую елку вместо искусства? С детства привыкли, что и родители ставили дома всегда живую елку. Традиция такая. И дети у меня, двое детей, все ждут живую елку. Я живую лучше предпочитаю. А почему? Ну, живая ей живая, хоть и елкой пахнет. Природа. А как украшать будете елку? Какими игрушками? Ну, у меня еще союзы остались. Даже бусы. Помню, тетушка с Москвы даже привозила. Купить главный атрибут нового года можно на социалистической у входа на рынок. Минска 54, интернациональный 22. Всего 9 адресов. Время работы с 10 до 19. Между тем, не забудьте про украшения. В тренде – оттенки синего, красного или желтого. Вешайте много огоньков и меньше игрушек. От мишуры и вовсе стоит отказаться. Минимализм нынче в моде.